Людей, которые решились завестись собственной недвижимостью, всегда посещают один и тот же вопрос. Что же приобрести? Вторичку или квартиру в новостройке? Поэтому сегодня я вышел на улицу города для того, чтобы задать нашим горожанам именно этот вопрос. С вами Слава Логинов, человек с моноподом. Поехали! Если бы вы в ближайшее время решили купить квартиру, из чего бы вы выбирали? Из новостройки или вторички? Из вторичек. Почему? Потому что они уже, как бы сказать, сделаны с ремонтом, куда можно сразу заехать и жить. То есть не вкладывать деньги в первичный ремонт, в стяжку пола и так далее? Ну, наверное, из новостройки там. Из новостройки. Почему? Ну, потому что мне нравятся вообще новые планировки. Старые планировки очень тесные, тем более я высокий, и поэтому в более большей квартире у меня авторитет. Я из новостройки. Из новостройки. Из новостройки. Почему? Потому что нет старых соседей, нет старых бабок, нет наркоманов, нет асоциальных элементов, чтобы были нормальные граждане. Из новостройки новостройки. Которые могут себе позволить новое жилье, если у них есть деньги, а бабки и асоциальные элементы не возьмут такое жилье. Все, хорошо. Исторички. Исторички. Почему? Потому что уже район с развитой инфраструктурой, есть магазины, есть детские сады. Мне кажется, что это более удобно. И потом, при текущих обстоятельствах, у меня, например, нет денег на ремонт в новостройке. Нет, я выбрала бы новостройки. По какой причине? По причине, там сейчас в новостройке все новые технологии. А вот которые старые, к анализациям сейчас у нас, например, сегодня как раз у меня к анализациям проблема. Из новостройок. Из новостройок. Почему? Квартиры новые, дома новые, хорошие. Хорошо, ладно. Если брать квартиру в новостройке, то в каком районе города вы больше всего хотели бы жить? Вообще мне нравится добрый. Я живу в добром. Другие районы я так особо, ну, добрый, скорее всего. Он хочет юго-запад в районе парка дружбы. Ну, я, в принципе, с ним согласна. Чем больше природы, чем лучше вид из окна, тем лучше. В загородном парке. В загородном парке. Потому что ближе к природе. Все, хорошо. Хорошо. То есть, а центр, как бы, почему не привлекает? Потому что здесь очень шумно и загазовано. Знаете, мне понравились новостройки в районе факела. В центре, конечно. В центре? В центре, да. Почему? То есть, это инфраструктура хорошо развитая? Да, да, вот так. Инфраструктура хорошо развитая. И потом вот транспортом, вот внукам, в школу, в садик отнести, чтобы не ждать. В центре. В центре. Почему в центре? Удобно. Удобно. Работаю здесь. По каким критериям вы будете себе выбирать дом и квартиру? По площади, по цене, по материалам, из которых выстроен этот дом или квартира. Где развитая инфраструктура и поближе к центру. Толстые стены, чтобы звукоизоляция была. Потому что наши квартиры, которые мы имеем там, все слышно у всех соседей. Ну, высокие потолки уже понятно. Ну, да. Кухню большую обязательно. Балкон. Люблю, когда повыше, чтобы был хороший вид и был видный весь город. Как сказать? Жить полегче, современной. Как молодежнее жить? Вот так. По метражу. По метражу. По квадратным метрам. Тебе нужно много квадратных метров или мало? Побольше. Побольше квадратных метров. Это основной критерий. Остальное не интересует. Да. В каком районе во Владимире вы бы никогда не купили квартиру? Наверное, в добром. Я бы не купила в районе ТЭЦ. В районе химзавода, если он еще там работает. Не могу выделить какой-то конкретный район. То есть мне все нейтрально. Вот добрые нравятся, остальные нейтральны. Я бы никогда не купила квартиру, наверное, в новом районе на Нижней Дуброве. Как он называется? Юго-западная. Потому что у меня нет претензий к этому району. Просто у меня никогда не было ни знакомых, ни друзей в этом районе, ни родственников. И это для меня абсолютно чужое и незнакомое место в городе. Добром я никогда не купила квартиру. Почему? Там же далеко ли бы человек? Нет, как-то там не нравится мне. Там шумно, трасса, везде вокруг. Поэтому, наверное. В районе Северный. Почему? Наверное, это что-то опасно. Как вы поступите, когда созреете до приобретения жилья? Обратитесь в агентство или будете пытаться искать и проводить сделку самостоятельно? Самостоятельно. Самостоятельно? Почему? Не хочу переплачивать. Ну, изначально буду искать недвижимость сама в интернете. А там уж как повезет. Либо с риэлтором, либо без. Сначала самостоятельно. Если не получится, то потом в агентство. Нет, сам пытался. Я сама пыталась найти. Я думаю, что в агентстве. Ну, я тоже думаю, нереально самим найти что-то по всем параметрам. Самим это очень много энергии силу надо затратить. И какой-то, да, там, допустим, денежек побольше придется платить в агентстве, но лучше. Но мороженое зато почти не было. Проверенное, известное такое. Ну, слуху агентству. В агентство. В агентство почему? Ну, сломов по-другому делать. Сломов. Да, хорошо, согласен. Так, какой сейчас минимальный процент ипотеки по новостройкам? А если я не ошибаюсь, это 13,9, да? 13,9 процентов. Да. По-моему, 17 или 19 процентов. 17 или 19 процентов. Ну, что-то в этом районе, да? Придел 20 вообще. 14? Нет. 12, 7, 8. В рекламе 5,25 или 5,45, что-то вот так вот. Но я думаю, что реально сейчас получится. Ну, в районе 8-9 процентов. В агентстве сейчас очень высокий процент. Вот я хотела бы немножко понижился бы. Где-нибудь 15 процентов. Вот так. За какую сумму вы готовы купить однушку в новостройке? А, ну, если это будет студия, то около миллиона. Если однушка в плане классической однушки, то, ну, миллион 300. Вот так я бы заплатил. Ну, миллион 200, может быть. Миллион 500. Ну, вот такой вот ценовой диапазон до полутора. До полтора миллиона, да. Ну, если голые стены, я бы за полтора максимум потолок. Ну, полторы тысячи, может быть. Полтора миллиона. Полтора миллиона. Да. Полтора миллиона. Все, хорошо. Миллион. Миллион, вы считаете, оптимально? Да, оптимально миллион. Сколько ты можешь заплатить? Миллиона 2 максимум. 2 миллиона максимум. Ты готов заплатить? Хорошо. Так, а какой ежемесячный платеж по ипотеке ты потянул бы? С моей работой. Ну, ты же, говоришь, за 2 миллиона будешь покупать? Вот, конечно, подаю квартиру. А, ты продаешь квартиру? Ну, хорошо. А, ну, по ипотеке, вот, сколько бы для тебя сумма, какая была бы вот нормальная? Сколько ты мог отдавать? 20 месяцев. 20 тысяч месяцев ты мог отдавать? Тысячу на жизнь, жалуешься, говоришь, смотри, это работа. И мне бы такую работу, чтобы 20 тысяч отдавайте ипотеку, слушай. 15 тысяч ежемесячно. 12,5. Ну, 12, 13 тысяч можно. 12 было бы для меня приемлемо. До 20 тысяч рублей, я думаю. Я думаю, тысяча 12. Какой у вас самый большой страх, связанный с приобретением недвижимости? Если это, например, по ипотеке, то что я не смогу на протяжении всего вот этого сока необходимого, когда надо платить деньги, что я не смогу выплачивать эту сумму. Если, допустим, на уровне котлована, это страх быть обманутым, и это у нас бывает иногда. Кажется, что у него есть скрытые дефекты у этого жилья. А, допустим, там, если это первый этаж, окажется, что он очень холодный, или крыша окажется, что течет. Такой проблемы не было бы. Я сначала смотрю, вот, думаю, и потом куплю. Но могут кинуть. Могут кинуть. Там нет страха, что лишишься своей плохой работы, за которую ты плачешь 20 тысяч в месяц. А, есть. Есть такой страх. Потерять работоспособность и не смочь выплатить ипотеку. Во Владимире можно купить квартиру в новом доме за 760 тысяч рублей. Наверное, правда, но это будет очень маленькая квартира-студия. Ну, я не думаю, что за 700, сколько там вы сказали? 860. Ну, 860, я думаю. Какая-то рекламная акция, может быть, где-нибудь есть. Ну, вполне правда, да. У меня знакомая купила, можно сказать, у Владимира, ну, поблизости, то есть почти боголюбовая. Ну, можно сказать, у Владимира тоже за 800, по-моему, тысяч. Ну, наверное, правда, я слышала, что есть такие предложения от застройщиков сейчас. Но это где-нибудь, наверное, на окраине. Какой-то кидал. Кидал. Это что за квартира? Она вот такая вот маленькая. Такая маленькая. Ты показал маленькая. Блин, для кота. Квартира для кота? Нет, по-моему. Ну, можно такие вот такие. Частные дома можно купить. А так, квартиру многеотажнее, я не думаю. Я видел за 950. Я так понял, это студия. Так, а 760 тысяч? Нет, я об этом первый раз слышал. Из своего сегодняшнего опроса я узнал следующее. Люди хотят жить преимущественно в новостройках. Квартиру покупать на вторичном рынке особо никто желанием не горит. При всем при этом ставку делают именно на большие квадраты. И люди эти лояльно относятся к ипотеке. Они называют более-менее адекватные суммы того платежа, который они способны потянуть. Ну, а среднюю стоимость однушки в новостройке, они говорят, что готовы приобрести такую квартиру за полтора. Некоторые говорят, что 2 миллиона. Что ж, вот такой вот был сегодняшний у нас опрос. Скоро опять его повторим. Ну, а с вами был Слава Логинов, человек с моноподом. Удачи!